Дело в том, что мне очень много звонят с разных-разных сторон, там, из городов и из других стран, помолиться по разным нуждам. Ну, большей частью это по болезням. Болезни такие различные, там и лейкемия, и с глазами, ну и поэтому три святого и сто поклонов. Мы молимся одинаково всегда. Ну, и в это время позвонил Тейша, идем на операцию, что Акелину кладут на операцию. Ну, что, сразу на молитву. Обычно я помолюсь, ну, перечисляют имена, я посмотрю, кто там есть. А бывает, кого-то забудешь, Господи, ты знаешь, кто просил молиться. Слушай, внимательно это сгодится. Мы молимся об этом. Маленько проходит время, они пишут, люди в интернете сообщают, вот там полегшило, там, или как-то, там, на операцию у нас берут ребенка, там, из Германии, вот оттуда. Бывает, там, сдали операцию, температура такая, там, опять второй раз звонят, помолитесь. Опять молимся, люди, моего ничего здесь нету. Нету, потому что начнете говорить, начнут, а вот, во себе думайте, возвозитесь, гордыня там, прелесть. Это уже сатана, он не хочет, чтобы Бога славили. Молитва вообще ничего не значит. Значит, ответ на молитву, ответ Божий и Божья сила. Ну, я помолился, и дальше у меня никогда продолжения нет. Завтра, которые близко люди, бывает, заикается ребенок. Молишься, а тогда проходит, заикание почти прошло, говорит, там. Вот такое. Когда, ну, и дальше-то я ничего не делаю у меня. Я помолился, и на этом все, как бы, заканчивается. Еще раз помянул, там, вот, заболела Валя, там, позвонили, это, Янчук, там, Маргарита. Это все уже тут наши по очереди перечисляешь, перечисляешь перед Богом. Но с болью ее такой, я, как бы, не соединяюсь. Мне больше всего болезненно, я переживаю, Сергей Козлов больной. Вот он парализованный, как он посмотрел, там дудочки вставлены, как от него откачивают. Я не могу, у меня все вот так сжимается внутри. Но когда я помолился про Акия Лену, я остановился, и у меня она не уходит. Она как будто затормозилась, я рассказываю, как есть. И опять, я только сажусь за кого-то молиться, Акия Лена у меня опять выплывает здесь. Я опять за нее, я знаю, какая трудная операция будет, и редко когда было, сейчас, может, другое время, у меня устарелые данные, но редко бывает она, что принесла желаемый результат. А я вижу, что если будет хуже, как это будет всем печально. И поэтому я устремляюсь, разговор, я уже сегодня и говорил, там, духовные очи, чтобы прозрели, главное. Это не столь важно. Я вот плохо слышу, а мне не нужно ничего такого, я слышу, что мне Бог говорит. Я на молитве все время останавливаюсь и стою. Проходит какое-то время, опять помолился, и опять она у меня идет. А потом, когда ты уже позвонил, что операцию отложили, то я молюсь за хирурга, за мудрость, чтобы было, чтобы у вас там расположено было. И как бы, я ничего не видел, но как бы, желание у меня помолиться с ней рядом. Думаю, положит вам Бог это на сердце или нет. Это ни к чему не обязывает, просто внутреннее мое чувство. Я молюсь, я об этом как бы задумался, и мне как бы картина, я ничего не видел. Как бы картина, помолиться, возложить на нее руки, помолиться. И встать на колени, и крестообразно подуть на ее глаза, и поцеловать ей глаза. У меня ни об одном больном конкретики никогда не было, вообще никогда не было, за всю жизнь. Это первый раз, ну, пойти там что-то сделать человеку, совет на операцию, я этого не делаю. Я прошу воли Божией. Я не знаю, и ты не знаешь. Одна монахиня пришла, тут знакомый какой был, известный человек. Вот у меня тут вот болит, я не знаю, на операцию идти нет. Он говорит, не надо, не поможет. Ну, я думаю, тогда иди, раз хочешь. Она тебе не поможет. Ускорит только процесс, и ты умрешь через два месяца. Ну, она пошла, и страдать будешь очень сильно. Так все получилось. Она взяла операцию, два месяца ее гнула, рвала тут, и через два месяца умерла. Это не я ей сказал, это сказал другой человек. Я слышал, когда мне это рассказали. Ну, я сегодня это рассказал, и я опять же без последствий. А ты, видишь, как сразу, а как бы этот процесс молитвы притворить в действие? Это никакой гарантии. Я ничего не имею от Бога, кроме того, что у меня было вот такое чувство. И чувство очень необычное, какой-то особой как бы близости такой, ответственности, если, ну, осмелюсь так сказать. То есть я с ней рядом. А ты пришел, мало того, сейчас взял да позвонил, а мы приедем. Мне не 15 лет-то, поэтому у меня руки не трясутся. Я знаю, что такое молитва, знаю всемогущество нашего Господа Бога, когда обращались слепые, и как он их исцелял, как они там, в Артемея, Сын Тимеев кричал, и как это все было. И знаю печаль родителей. Ну, я сказал, ладно, приезжай. Я спрашиваю сейчас, а Кирин, а ты на меня не обижаешься, ни на чем? А ты не против, что я помолюсь за тебя? Нет, да? Ну, молиться мы будем, очки надо будет снять. Снимем очки. Да. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога. Когда ехали, она говорит, может быть, я исцелюсь, да? Да, все может быть. Она думала, может, она исцелится. Она может совсем не снимется, нет? Но Бог знает, потихонечку. Там у меня резинка. Я подержу. Там, попробуй с той стороны все снимем. О, смотри. Они отошли уже. Они еще больше нет. Держи. Резинку сейчас уберем. Мы сейчас помолимся, мы молимся четверо здесь. А когда двое или трое с чем согласятся, молись, и ты тоже молись. Чтобы все было благополучно. Она, видишь, какая красавица, какое платье у ней. Она мне очень нравится, умная девочка такая. Боже, милостью, будь мне грешным, мы молимся. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня, грешный, помилуй. Отец Небесный, слава тебе за жертву Господа нашего Иисуса Христа. За его пролитую кровь на Голгофском кресте. Ты сам сказал. И о чем согласитесь? Двое или трое просить во имя Твое. И ты это не осуждаешь. Но воля Твоя святая добудет. Господи, прости за это дерзновение, что пришли такие мысли. Прости мои согрешения. В чем я виновен перед Тобою? Чтобы воля Твоя святая исполнилась над этим ребенком. Прошу Тебя, милостивый Господь, не вмини мне эту молитву во грех, но я верю в Твое всемогущество. Пошли исцеление, Акелине. И руки хирургов, и всех врачей расположи к ней. Чтобы она, идя на эту операцию, знала, что ее любят и ждут. Какая бы она ни пришла, воля Твоя святая да сбудется над этим. Пошли доброго человека, могущего помочь. Но главное, это Ты. Ибо некие врачи, они молятся, и в их руках иногда бывает успех. Так нам говорит премудрый Сирах. Услыши нашу молитву. Прими ее, не поставь нам вину ее. Имя Твое Святое да прославится. Ибо мы не знаем, кто согрешил он или родители. Но все это, чтобы на человеке были явные дела Твои, для славы Твоей. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я помолюсь, я Тебе руки положу. Да благословит Господь это дитя. Даруй добрый разум. И веру в Тебя, Господи. Ты знаешь, сколько ей жить на земле. Чтобы она была Твоей избранницей, благовестницей. Была радостью для родителей. Для прародителей, для всех окружающих. Осияю Духом Твоим Святым. Исправь повреждения. Ты всемогущий, ты все можешь. Научи нас с благодарностью принимать любое Твое решение. Не нам, не нам, но имени Твоему да будет слава. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я помолюсь, встану. Впервые в жизни я так становлюсь перед Тобой. Ты глазки закрой. Наблагослови Тебя, Господь. Что-то пришла другая. Господу нашему слава. Спаси нас, Владыка, и помилуй, и благослови это детей. Прибудь с нами, ты врач, ты исцелитель. И вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Твоя святая воля дает жизнь каждому из нас. Ты знаешь, как его прожить. Облегчай это страдание и родителей, и ребенка. Благослови эту Акелину. Услыши наши молитвы. Тебе, Господи, слава. Хвала, счастья и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы вознимаем руки перед Тобой, Господи. Прими нашу молитву и соединяй ее с молитвами всех святых, молящихся перед Тобой на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех святых, молящихся на земле во благо нам. И прими нашу молитву о всех западавших нам молиться о них. Благослови Акелину. Исправь ее зрение. Даруй добрых врачей. Имя Твое Святое да прославится в жизни нашей. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да благословит Вас Господь. Спаси Христос. Слава Христу. Вот так. Очки не забыли, где они? Нет, у меня они. Мама оденет, я не. Мама, наверное, если... Да. Правда, я же провои. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...